всем привет в сегодняшнем выпуске я попробую показать как сделать стиплинг для своего пистолета стиплинг это нанесение шероховато текстуры на пластиковые элементы оружия или снаряжение при помощи горячего паяльника также я хочу внести ряд изменений форму рамки пистолета именно убрать под пальцевые выступы сделать как в пятой генерации добавить дополнительные выемки у скобы и так далее но обо всем по порядку поехали прежде чем начнем работу необходимо определиться с используемым инструментом в первую очередь нам понадобится дремель и наждачная бумага на крайний случай если нет дремеля можно использовать напильники для дерева и металла но я свою очередь буду использовать как дремель так и напильники потому что в некоторых случаях напильником будет отработать намного быстрее чем дремель далее нам понадобится резец по дереву из всего набора за 175 рублей мне понадобится только угловой на 90 градусов его можно заменить канцелярским ножом далее понадобится естественно паяльник я использую китайский с регулировкой температуры что в свою очередь нам поможет не прожечь рамку случайным образом также в этом к этому паяльнику дополнительно шли различные насадки что в свою очередь тоже может нам помочь изображать разные рисунки разные узоры и в конце нам понадобится газовая горелочка желательно именно газовая горелочка для выравнивания поверхностей и придания однородного тона если нет горелки можно воспользоваться зажигалкой но зажигалкой надо будет долго подпаливать рамку также можно воспользоваться наждачкой но после наждачки изменится тон рамки и ее придется перекрашивать так что нужно именно газовая горелка приоритете вставай вставай ну здравствуй вражина теперь ты плену и хочешь не хочешь а все нам расскажешь вас ха-ха глюпер узкие ничего я тебе не сказать это мы посмотрим вася подготовь клиента и принеси паяльник вас ты паяльник сейчас все сам узнаешь прежде чем начнем какие-либо насильственные шлифовательные действия с рамкой желательно не отметить области места которые мы будем обрабатывать так значит этот выступ я уберу отметим с этой стороны я сделаю небольшую впадину так значит сделаем палочку под палец на скобе здесь у нас будет стиплинг стиплинг будет у нас захватывать надпись made in taiwan чтобы никто ее не видел значит выступу как я и сказал ранее мы уберем заднюю часть я трогать не буду ребер она меня полностью устраивает а вот эту часть так вот эту часть мы обработаем и застиплим также я сделаю здесь небольшое углубление и наплыв с этой стороны так полочка углублю кнопку сброса чтобы было удобнее и нажимать уберем этот выступ соответственно продолжение стиплинга здесь а так будет идти здесь у нас опять же наплыв убираем выступы и стиплингом и обмазываем все стиплингом это примерный план и теперь можно приступать к шлифовке говори говори где дранкин и жаркой спрятались почему девять на девятнадцать где майн слайдер какой такой слайдер тьфу госурманин надо говорить затвор гомося тьфу госурманин продукт девять aquatic колоколь д Plus утепли труд затвор Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Очередная третья часть по прокачке глока подошла к концу. Стиплинг нанесен. Хочу подвести итоги. Субъективно пистолет стал симпатичнее, а объективно пистолет стал ухватистее. В следующем видео я продемонстрирую различные модификации приблуды для 17-18 блоков, напечатанных на 3D принтере. А на этом я с вами прощаюсь и надеюсь до скорого. Расстрелять его. Два раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова